доброго бодрого господа и дамы и вот наступила финальная часть обзора нового дополнения сплоченные штормградом и сегодня мы вместе с моим сокастером а также по совместительству с моим олдовым зрителям под ником fly for you будем обозревать для вас общие карты нового дополнения сплоченные штормградом напоминаю что новое дополнение будет доступно уже 3 августа а и чуть не забыл один лайфхак друзья не забудьте перед выходом нового дополнения за обузить недоигранную арену что нужно сделать купить билет на арену и сыграть ее до двух поражений и выйти после выхода нового дополнения игра вас вознаградит наградами за количество побед на этой арене плюс 1 бесплатный проход на новую арену и так давайте же перейдем как взору фла здорово выходи как тебе здорово всем как тебе новое вообще дополнение пару слов просто отсебятины что видел что понравилось дополнение как всегда инфляция статов и эффектов карт но это закономерно для игры которая долго живет потому что никто не будет покупать иначе то есть чтобы ты имеешь ввиду чтобы удивить удивить молодежь да молодежь играющее поколение да скажем так олдов надо надо продать что-то хорошее да то есть что-то оверстотовая лучше чем было чтобы человек пришел задонатил и подумал я щас буду нагибать а потом просто задонатил лего не взял и закрыл хорстон нет ну лутание лутбоксов до паков открытия и празднования праздника сплоченные штормградом отметил вместе с нами окей окей давай перейдем к обзору первая карта общего сета у среди общих карт усредненный банкир в конце вашего хода вы убираете в банк карту из колоды предсмертный хрип вы кладете в руку карты из банка мое почтение так статы прям супер говно 23 это дефолтные статы которыми уже ничем не удивишь карты за 2 маны а что значит вы берете карту из колоды убирайте в банк извлекается из колоды и она где-то там существует в каком-то отдельном поле как вот есть полно видимо убитых существ или что нибудь подобное и это как отбой в обычных картах ты имеешь ввиду да да мне кажется что это сделано для противодействия антикон комбан возможным которые могут что-то сжечь ключевое то есть ты говоришь про билетика билетика ну например да то есть карту которую эта штука спрячет билетику сжечь не сможет но тут опять же нет никакого никакой раскопки если была раскопка было бы поинтереснее так какая-то странная сейчас на механика я не думаю что это будет играть странная карта я тоже не пойму а предсмерт вы вы в конце вашего хода вы убираете в банк карту из колоды то бишь ага то есть грубо говоря она находится в скрытом пуле вот знаешь как есть такой скрытый пул ушедших карт убитых карт да да это тоже на ядро по ходу то есть что-то типа тоже на взятие карты выглядит 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 интересно такого мы еще не видели но проблема в ее статах и то есть эффект не настолько крутой смотри вот если сравнивать с тем что есть это чем-то похоже на тотем шамана 03 который выбирает в конце хода карту только здесь это взятие карты она отложенная то есть она должна умереть прежде чем эта карта у тебя появится в руке поэтому ну ее типа можно захексить засайлен сить и таким образом добора не будет но здесь на 2 больше здесь это примерно что-то типа того тотема примерно на том же уровне да при но тотем это был скажем так последняя опция у шамана чтобы добраться да то есть у нее были добу у нее с добором была проблема в принципе в то время да и тотем был выгоден только в том случае когда мы играли на тотем шамане да если помните такого и тотем этот ну там у него было дальнее зрение например за три да вот это было поинтереснее чем тотем то есть в первый очередно клали но с другой стороны эта карта на сегодняшний в общем оценка моя ну это близко к уите но где-то один из пяти а двойку я бы поставил может быть будет где-то играться ну типа как добор какой-то ну да два не больше дух не больше все окей идем дальше следующая карта трусливый руб подождите это какой-то это какая-то обман очка инженер поезда боевой клич вы раскапываете механизм он стоит на 1 меньше механизм 12 статы я раскапаю механизм я раскапаю механизм из всех механизмов ну честно сказать зачем почему для кого я не какие-то механа идеи вроде должны быть в этом дополнение насколько вот так видел карты у вора помню одного механизма все больше не помню что нет там было штуки 4 вот карты именно на механизмы завязанные но опять же ну типа раскопка типа арена карта арена карта все все согласен арена карта ну из-за того что это арена карта 223 до 23 но вот между двойкой тройка все это два арена карта все идем дальше нам это в ладере мы это не увидим провокация когда вы берете эту карту вы кладете в руку ее копию когда вы берете эту карту то есть получается еще одна арена карта подожди не 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 это не так-то и плохо она еще является зверь 23 дефолтные статы хору дефолтные хорошие статы правда сейчас уже есть поинтересней и мы получим мы бы получаем ресурс в руку плюс эту карту ханта возможно зайдет как раз за счет того что у него с добор с увеличением статов одновременно плюс еще есть чел который у него легендарный при ударе зверя да он берет зверя на один больше или на один меньше ну лего которая вышла в прошлом дополнение закаленные степями да в ханта может зайти статы и такие дефолтные опять же и вну опять таки это это что-то куда-то опять-таки сейчас ханта продвигают токен ханта вот если ты смотрел новые карты на ханта края сейчас краем глаза или ухо тебе покажу да вам покажу чтоб напомнить смотри призывает 7 крыс 1 1 те что не помещаются на поле вы кладете в руку с 44 дальше а что мы так плохо листать я не могу понять призывает двух пауков с ядом и натиском жесткая карта 5 крыс с предсмертного хрипа помнишь карту которую добавили в прошлом дополнение с бешенством которая тоже там что-то призывала каких-то токенов ханта она не играется с большими статами дальше так и тут атакуют тут бафаемся в общем хотят в какого-то токен ханта дать ну в принципе ну хорошо карта неплохая сама по себе она имеет она имеет эффект провокацию да и она еще генерирует какой-никакой ресурс то есть ну троечку и поставить можно вполне можно увидеть вполне можно увидеть идем дальше боже хочу поклацать но не получается пойманная чародейка боевой клич если у вас есть активная задача вы раскапываете заклинание ну все во всех квестах страны тут все понятно квесты квесты играть будут у мага точно поэтому поэтому карту это мы увидим да и просто просто крепкая троечка с раскопкой да и есть выше заклинание но мы раскапываем заклинание из всех заклинаний пула или класса пойди все заклинание подряд нет заклинание всегда раскапывалась классовый классовый заклинание всегда классовый все классовые заклинания прекрасная карта во всех квестах квестовых деках она будет играться с плотными это плюс добор но здесь четыре до 4 согласен абсолютно от одного для рейтинг четыре карты прикольно идем дальше флорист по у какой ну шоу ну шоу влажди аниме но это похоже на эльфа до какого-то чел в конце вашего хода уменьшает стоимость заклинания природы у вас в руке заклинаниями природы обладает у нас друид и шаман правда да это основные два класса заклинаниями природы друид и шаман в конце уменьшает стоимость заклинания блин ну довольно неплохая карта опять-таки с дефолтными дефолтными статами скажем так один раз она уменьшит карту и это хорошо но опять-таки куда куда в голову приходит приходит друид какой-то рамп друид правильно то есть если у тебя в руке будет лежать разгон либо тройка либо четверка ты на второй ход кидаешь и удешевляешь четверку но опять такого не бывает у тебя если ты рамп друид у тебя в руке три четыре пять заклинаний сразу ты ставишь от флорист ну и просто удешевляешься хорошо неплохо может быть но я не вижу слота для этой карты поэтому три за старания карта играбельная карте не будет в деках подобных потому что там все заклинания на перечью на пересчет у друида и мне кажется даже двоечка тут лишь говорю что карта неплохая но нету места просто для нее в деке идем дальше 10 10 маны натиск стоит на один меньше за каждую другую карту в вашей руке гнол и злата земля 54 на один меньше за каждую другую то есть получается если у нас в руке пять карт он будет стоить 5 до каждую другую если в руке пять карт считая гнула то он будет стоить шесть потому что четыре карта мимо него не а все он будет стоить если пять карт когда его выставляю гнол шестой он будет стоить пять ада когда гнол шестой будет стоить пять так ну что сказать в принципе посмотрите смотрите что мы мы получаем неплохой бонус удешевление карты пять карт в руке пять карт в руке это стандартная ситуация на пятый ход ну плюс минус 4 от 3 до 5 карт у тебя на пятый ход да если ты конечно же не агрохан прикидываем ситуацию если ты конечно же не агрохан эта карта может зайти в какую-то контрольную колоду в какую-то в агроту однозначно нет рука будет сохнуть а в контрольную колоду это очень слабо ну я не знаю не может и зайти потому что контроль и обычными больше чем 5 да 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 тот же варл который часто добирается на первых ходах через обилку поэтому поэтому быть может быть и зайдет может быть неплохо да то есть мы посчитали среднюю средне прибыльные розыгрыш этой карты от 3 и меньше до 3 и меньше внутри если он десятой карты он стоит один это практически не это практически нереально даже для контроль колоду троечку троечку наверное троечка где-то оценка 3 я думаю да то есть где-то как-то мы можем увидеть но опять-таки прошу заметить мы уже видели вот здесь вот улока хотят возобновить hand lock а стоимость карты у вас в руке теряется на 1 то есть опять говорит о том чтобы у тебя рука была полная чем больше карту дешевишь тем больше профита получишь дальше еще одна карта где-то было а наносит всем про равный вот наносит всем прочим существам урон равный количество карт у вас в руке то есть это плюс в копилочку именно handle куда именно hand lock у прямо это скорее всего если она где-то из играет именно вот это то есть старт от чего можем отталкиваться но не факт что hand lock заиграет троечку поставим имеет место быть имеет место быть городской архитектор боевой клич призывает две стены замка 05 с провокацией боевой клич блин карта как по мне так довольно таки статовая получается неплохая тушка и две провокации 05 блин даже хочется куда-то добавить его чтобы потом это все сверху забавить и потом это вообще хрен кто когда в жизни вообще убьет в принципе да 010 это конечно для агроты проблема вообще проблема большая это очень такая вот но это агрота если если агрота это не пройдет но единственное что там будут какие-то заклинания дары мувы также как например у той же роги там а убирает в руку там да или вот эти вот один-два которые стреляют за количество разыгранных карт то есть вот это может конечно спасти ситуацию но для огроты это очень-очень сильный страж очень сильная карта если посчитать частоты ее то статы у него получается подожди 10 10 14 4 14 4 за 6 правильно я почти ну да примерно так примерно так но это по-моему overstat больше чем overstat overstat но это 6 6 мана то есть тоже не забывай это не не за единицу там 2202 возможно ну типа часто бывает так что на 6 ход уже весь стол забида полностью занят да и в принципе могут и пройти без потерю ну не знаю короче мне кажется дороговато все таки дороговато и применение опять-таки найти тяжело да то ли коде классное заклинание лику это лего за 6 пихнуть либо вот это вот такое вот непонятное с боевым ключом опять-таки может быть это какой-то будет контроль шаман с двойными ключами там же у него квест на есть лига новая на двойные ключи знаешь такой бренд на минималках за два маны и и квест а что же не сделает давай посмотрим у шамана где он где он где он друид раз разбейник так а ну подожди шамана что выше да 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 и здесь нет воин охотник охотник на где блин поменялось полностью вот шаман что мы получаем мы получаем раскоп а нет подожди тоже не квест визуально посмотри как похоже визуально карты но у шамана всегда просто забей в голубом в голубом стиле ваши заклинали ваши до конца матча ваше заклинание применяется дважды ага ой-ой-ой-ой-ой сильно выглядит я где-то видел а вот лего вот лего с двойным ключом повторяет первый боевой клич разыграны на этом ходу и она стоит 2 маны то есть блин 2020 вместе с ним выставить прикольно ладно долго не будем на ней застаиваться есть да есть потенциал у этой карты то есть на арене она будет смотреться тоже неплохо если ты собираешь контрольную колоду да какую-нибудь да ну на арене да хорошо она будет хорошо смо то есть а вот эта карта грубо говоря если у чела нету римовала эта карта даст тебе два хода на подумать в лицо не получишь если нет римовала я не стала окей троечку идем дальше сыровар это эпик когда противник применяет заклинание вы кладите в руку случайно заклинание за ту же ману что-то подобное мы уже видели да только мы видели не огры блин 36 когда предметы угасе закон за ту же ману что-то было такое которое тебе клал от копию заклинание да что это такое было она fly именно при разыгрывании просит да я клал что-то было такое а этот панда 04 или как она там была копию да здесь рандом здесь за ту же ману неизвестно ну да за ту же ману но заклинание всяких довольно много форстауне поэтому ну остатки в принципе такие довольно опять-таки это защитная это защитная карта хотя подожди я даже не знаю статы прям какие-то вообще бешеные те не кажется как для 4 маны нет типа 4 маны это 45 стандартные дети который до 45 окей из классики 36 это ну то есть тоже статы толстая жопа получше чем атака для такой вот для такого рода толстая жопа получше чем длинный хер получается да все понял хорошо нет но опять таки вот мы с тобой общаемся да вот уж кому же 10 карты обозрели да и получается что куча ненужной хуеты вроде бы неплохо но макфилеры пакфилеры да окей еще одна тройка еще одна тройка здесь тройка или двойка ну да как бы в арену пойдет владыри точно не заиграет все я тоже владыри завязать двойку вообще ставим . да поехали новая механика можно обменять урон заклинание плюс 2 статы статы для такого эффекта довольно таки прикольные 2 спд это много 4 монокост это тоже много ну четверка четверка 36 или 34 разница к чувствуешь но 2 сп короче для спд это слишком много под спд хочется разыграть много заклинаний но опять таки разыграть не знаю еще один филлер еще один может быть еще одна приятная карта раскопать единички которая дает нам раскопку существ заклинаниями не забываем что у нас есть можно обменять может быть в какого-то спд мага или спд шамана на перегрузках спд магия не забывает нужно много различных заклинаний чтобы квест отыграл вот поэтому опять же я не уверен что она туда влезет ну это я просто я теоретически думаю кто может им сыграть вот или например шамана перезагрузка перезагрузка перегрузка перегрузки загрузка шамана перегрузка ну только туда больше прикольно эту штуку будет раскопать если тебе надо будет залетали до имея в руке например например одну молнию или две молнии и раскапываешь единицы ставишь ее на стол она будет стоить внутри но соответственно 4 то же самое или последующий ход сетап из летал но опять неплохая карта три года дальше я поставил бы ей 4 если бы не было мана стоимость 3 если бы была мана стоимость было бы уже да было бы очень жестко это было бы 5 а так да наверно троечка наверно троечка год дальше леди престор легендарная карта очень такой интересный красивый арт прекрасная дама но что мы имеем за 6 маны превращает существ вашей колоды случайных драконов изначальная стоимость характеристики сохраняется превращает существ ваших случайных драконов изначальная стоимости характеристики сохраняются значит полная колода алекстрас 21 то есть ты кладешь полную колоду существ за один два три маны она тебе превращает их в драконов за один два три маны ну опять-таки но это тупо фан это тупо фан это чисто фан эта карта из серии давай придумаем пойдет пойдет статы придумали написали не хотелось бы конечно потянуть гарантированную лего первое открытие 10 паков вот такую вот леди пукстер не хотела знаешь непонятно вот вспоминая колоду безумия которая вроде как тоже давала только рандом и как бы казалось бы какая-то фан фан дека будет на колоде безумия а как она до нерфа да но это рандом казался этот рандом казался рандомным при обзоре при при разыгрывании уже на практике до грицы посоле практике там рандом был контролированный там мы знали сколько было восьмерок вообще примерно разных восьмерок там было мало когда это нерф или да вот восьмерок там было по моему там было рандом там полу там за счет того что полу заклинание не супер большой и колода была так подобрано что ты получал и получал блин восьмерку в 50 процентах тух которая тебе нужна была я не помню уже какую но от грубо говоря все правильно там была одна и девятка паладиновский сил она всегда получалась из 6 манов и кода и кода хантовские были за сколько они 10 маны кода были за 10 да а вот именно силу это единственное заклинание из пула за 9 маны да вот но если 6 манов и заклинание превращал колоды безумия то ты гарантированно получал сил то есть ты думаешь что есть теоретически мизерный шанс о том что возможен такой контролированный рандом драконов кара конечно гораздо больше чем заклинание да ну видишь и драконы будут абсолютно рандомные то есть ты можешь как получить там алекстразу так и какого-нибудь какое-нибудь слияние а если на арену почему бы не на арену да потому что арена играет от стола и как бы драконы драконы большинством драконов 6 и выше дать эффект нету драконов эффект часто крутой плюс там синергии много есть и плюс все драконы стоит стоит взять в среднем если и все драконы идут от 6 маны и выше в основном 678 там так ну драконов за один я вообще например за один за два но за два светик там но это единицы короче 3 светик даже три вон даже три светик ну типа единицы таких драконов окей фан 1 по моему да в стандарте нет а за два за два за два я вот не помню магический дракончик который из бкб а он еще вообще есть он невольным его 300 лет не видел кстати ну да ну потому что он не лезет никуда все хорошо карта карта чисто фан ставим ей тройку за идею за идею может быть что-то увидим и даже когда-нибудь попробуем едем дальше стражница гвардии льва боевой ключ получает плюс 2 плюс 4 провокации если у вашего героя осталось не более 15 и здоровья а вот это выглядит прям таким крепышом мое почтение опять 10 за 5 это что-то какой-то какая-то имба вообще не дам для вот того же лока мне кажется это очень круто это очень круто на 5 ход поставить 6 10 после этапов а если еще это зайдет зайдет абсолютно точно там в пейнлока . приз вольным темный приз больно темный приз он тоже себя дамажит он должен себя дамажить давай сейчас посмотрим если этот архетип будет вообще в принципе играбелен но так это если герой получал урон на этом ходу вы берете заклинание тьмы после того применять заклинание тьмы так после того как вы приняли тьмы наносит 2 единицы урона каждому герою да 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 ну тогда вот эта карта уже первые оба героя получают на около 5 скажем да если в такие подобные колоды как вот темный прист и блок плюс нолик же шу приста которые дамажишь да знаешь вот то есть эта карта послушай эта карта это я знаешь могу так вот она пахнет им бой честно она пахнет и более для всех не для колод не для всех для избранных но небольшой потенциал я поставлю пятерочку этой карте до пятерочка есть потому что она сама по себе неплохая 46 ход а к пятому ходу очень часто меньше 15 хп у контрольных колод против агроты да 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 с ним будет проблема есть шанс на контроль метров на контроль метров есть шанс нет 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 все каждое дополнение ждут контроль мета а потом говно всплывает контроль мета никаких контроль мета все правильно me go face и это правильно что дают темы играем не выбираем королевский библиотекарь можно обменять боевой клич накладывать немоту на выбранное существо так это какая-то саванна непонятно чем не знаю не знаю не не очень не очень даже то в том что можно обменять подешевше типа и так уже есть и просто езди в этом 43 хотя спеллбрекера убрали это по сути тот же спеллбрекер ну вот который 43 только можно обменять только можно обменять ну карты и карты 23 не будет близ и близ и молодцы хану стараются карты делают так молодцы молодцы так держать идем дальше ну тут нечего оценивать это два нечего оценивать этот ты просто можешь взять себе на арену потому что ну у тебя нету сала ты себе возьмешь что карту на арену если не будет ничего лучше все вроде неплохо идем дальше морг кузнестраж провокация предсмертный хрип получает 8 брони демон демоны пытаются играть где в охотники на демонов теоретически и big охотник на демонов тоже имеет место быть да и он играбелен сейчас и его возможно это в локе каком-то будет 8 брони что-то с хрипами есть что-то с хрипами в этом дополнение смотри 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 какая интересная вещь есть с хрипами мы долго не разговаривали как ты понимаешь эту карту мы с бешей решали но пришли к выводу из асгарда что же помогал где где кто мне нужен прист отдыха прист 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 вот вот смотри читай ну там не такой уж и сильный предсмертный хрип как бы 8 брони это конечно хорошо но подожди но то есть если смотри смотри но если мы играем в контроль в контроль присти да и мы за один маны получаем 8 брони я правильно понял получается окно как бы тут не такой овер сильные предсмертный хрип он конечно хороший и полезен будет вот если например темному присту ты говоришь у него мало здоровья будет да и вот такую штуку может быть и да вот эта карта сильная вот эта карта на сильная это просто да это конечно то есть это просто кошмар да я тоже смотрю на это дело и думаю то есть мы будем тела на фортринга дровать карту себе за 1 и брать еще тела на себе в руку да получается и можем его сразу же разыграть да вот этот конечно зов могилы это вообще отвал башки да 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 но готовь демон ну просто карта я просто не уверен что она где-то заиграет у крайне мере текущего демон хантера на хрипах а у биг демон хантера который будет удешевлять демонов и ставить его она так с провокацией просто а потом давишь большими тушками то есть ты имеешь в арсенале 4 демона 4 демона каждого по 2 этого 8 демонов ну или там 6 демонов 3 демона понял и один из них этот ну только если вот в дыха большого я правда не очень понимаю что там будет конкретно ну а сейчас ты видел в большом дыха я кстати играл на нем на стрима который удешевляет удешевляя четверкой демона ну дешевист его на 2 будет за 6 ну а за 6 уже не так и плохо любого тема на за шесть который за 8 сыграть неплохо но потом гораздо лучше или дарь и лучше да или дарь и однозначно дарь это вообще имба вот но опять-таки есть девятый демон который тащится с колоды демона девятка дыха на демон то есть есть но ну не знаю в общем ну типа не самая плохая карта нормально на 100 процентов тройка нормально провокация плюс 8 брони потому что увара карта было сколько 5 3 маны 5 брони берете карту да да 5 брони берете карту но кей тройка год дальше знатный господин боевой клич создает золотую копию случайной карты у вас в руке это то же самое как этот горгона было но нет горгона все-таки создавала таргетная она создавала со стола этот случайную карту то есть если он тебе скопирует какую-то ненужную тебе фигню ну типа будет наверное не очень круто ну тогда тогда здесь ну не о чем просто не случайность тут конечно все ломает все ни о чем один карты ну не ну да один статы плохие можно но статы до для но это тоже типа доп генерации ресурсов на арене еще может быть но двоечка двоечка окей идем дальше фермер с североземья выберите вашего зверя замешивает три его копии в колоду ну неплохи статы как для такого эффекта но слишком медленно да просто это бы классно было бы это классно было бы если бы как-то можно было обкрутить колоду как как рога да опять таки я думаю о ханте конечно же вот я пока не вижу смысла в этой деке опять таки может быть какую-то комбинацию каких-то там круши и замешать я я не знаю чё чё мешать сколько будут эти копии стоить 33 колоде столько сколько звери стоит изначальные звери ли мне кажется что ты чё-то не очень понятно написано сколько они будут стоить 3 и столько же сколько тут зверь который наверное три наверное три потому что они сильно не уверен что 3 то есть ты думаешь что это будет круж 33 за 9 за 8 или за 9 я не знаю но как бы тут ничего не написано может быть просто такая локализация единицу ставим за непонятно посмотреть версию ну да это какая-то может быть играла бы но надо понять за 3 все таки или нет ладно ну да давай поставим единицу за то что они за маленькой инди компании да все отлично нас услышали думаю может атаковать только если у вас в руке не меньше восьми карта опять таки ого хэндлок да опять таки хотят 56 но это слишком жестко специфическая карта чё тут говорить его если 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 тройка идем дальше не о чем говорить если хэндлок будет играть да по городу он сыграть ним опять-таки но можно дать сало на него слова можно дать да ну как бы карты которые салом и сало я помню кое-как играл только сайланс прист ну приста тоже бывает много карточки ну может быть и зайдет но типа два ну три максимума лесной чашкой ну скорее два потому что играть скорее не будет окей год 2 тихушник и шру боевой клич следующая карта которую возьмете стоит на 1 меньше вот это классно вот это мне нравится это но это весело но это даже по названию понятно куда пойдет да это идет в рогу которая будет сквозь крестом крестом нет но она и так по себе неплохая карта по себе неплохая да просто удешевление и она с маскировкой это похоже на карту которую мы смотрели которые удешевляют но там удешевлялась и только заклинание природа здесь любая карта удешевляется поэтому да это наверно получше это может быть даже четверочку будет да это это просто прикольно что ты можешь поставить в какой-то специфической колоде до в тяжелой колоде поставить его на второй ход и просто чилить сидеть и вы не атаковать им просто удешевлять себе карты то есть по соответственно разгоняться и удешевлять не 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 боевой клич она только один один все ну тогда следующая карта другой ну тогда просто неплохая карта не знаю я четверку не ставил бы наверное ну типа если дороги если учесть что это шру для роги это четверка для всех остальных это тройка в лучшем случае ну для всех остальных да ну мне кажется что она зайдет в какую-нибудь рогу в рогу по-любому в рогу зайдет она дешевая ее можно удешевить осьми ботом или как он называется вот в рогу она для дороги это четверка для всех остальных это ну это двойка тройка не знаю место для нее не будет а что если если карта играет в одной колоде она супер сильная то это сразу же отменяет ее силу не мне кажется что все таки хорошая карта окей все окей окей идем я приди ты 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 послал 4 я 3 идем дальше распорядитель полей боя находящийся по обе стороны существа получают неистовство ветра блин а вот это интересно это прям очень интересно это прям такой финишер что это жесткая то есть если ты не убрал большую тушу со стола в следующий раз на следующий ход в какой-нибудь поздней стадии игры это туша тебе нанесет урон дважды если нет подожди откуда ее можно будет как-то раскапывать получать где-то искать сумки той наверное можно с баровой может она выпадать если она выпадет кстати прикинь с баровым выпадает но опять-таки с баровой она только даст неистовство самой баровой баровой и существу если если будет если она есть на столе да конечно да ну нет не знаю мне кажется это хорошо прямо прям как даже если одному существу дать неистовство же неплохо и 5 5 ну тоже знаешь есть же заклинание я вот не помню 2 были же у нас да заклинание 2 да у шамана был же этот говорящий с ветром за 3 3 3 который неистовство ветра существует и особо не играл да ну если вот тут именно за счет того что по обе стороны а тут можно выгодно размениваться потому что это не боевой клич то есть это как работает как тотем который дает атаки атаку по сторонам то есть ты разменял потом разменял следующих разменял следующих если на полный стол ее поставить очень сильно очень сильно но я ставлю тройку я просто не ну не верю что эта карта будет основополагающая какой-то колоды или вообще ее будут класть может где-то положат изредка увидим ну она выше среднего я бы наверное все таки 4 . ну три четыре да окей то есть потенциал у нее есть потенциал среднего до потенциал у нее есть причем не будешь как бы никакой ни фигню не придумали от которой будут все плакать типа типа удешевить и как-то призвать и вместе с ней да на стол и до свидания и рывки в лицо ну что-то такое ну может не рывки ну да короче это сильная штука скорее чем тюремный стражник боевой клич ваше существо получает провокацию хорошая это вообще очень хорошая единичка потому что 13 статы это уже уже круто для единицы да к тому же еще дать провокацию кому-то ну не за это очень хорошая карта 44 точно и это еще боевой клич то есть в чем ее и самый интересный прикол что ты сможешь задефаться и но эта карта типа наравне с той которая дает 4 брони да он топ не подожди на ранее наравне все таки хорошо этой карты ты можешь задефаться этой карты ты можешь задефать свое важное существо на столе в агро деки например да не знаю это очень сильная карта 4 . го 4 . то есть это будет эта карта будет играть как в агро деках так и не в агро деках реально да это очень хорошую такс штормградская кузница в спячке пробуждается когда вы разыграете три карты разыграете три карты опять-таки от уроки прикольно она смотрелась в роге по на прикольно осмотрелась в присте возможно она прикольно посмотрелась прист может удешевиться ну тоже неплохо на второй ход ставим ее на третий ход играем три карты да там рогой принципе это более чем реально урога это и второй претендент и мне кажется прист потом возможен там намечается хант на заклинаниях на билке на счет таком еще квест у нее спад не знаю но типа дороги ок статы порядок статы порядок рано или поздно она проснется да есть есть же тот самый 54 у ханта но он автоматом когда просыпается атакует здесь же атаки нет но ее можно разбудить сразу же на следующий ход и атаковать уже куда же сам да это ну тут играет ну вроде вроде по моему это замечательная карта то есть это прям 4 очень хорошие так подожди 3 когда вы разыгрываете три карты до 4 и точно 4 ставим окей идем дальше хорошая плотная картон очка провокация боевой клич находящийся по обе стороны существа получают 11 так хочется 5667 за 5 выглядит вау на арене смотрится вау будет ли место вот знаешь просто есть ужас не коридорный нет какой он там за 2 маны который дает 11 или сколько он 3 маны стоит а это 5 маны тоже 11 но если что 33 который сейчас который плюс один плюс один это он дает ну вот это чем за 4 маны и он 33 по статам этот за 5 маны 45 но он видишь не дает таунтов ни о чем ты правы агар гуса да ну тогда ни о чем ну да наверное не больше тройки 23 все ну просто какая-то картонка как бы стекущие с текущей силы карту фейси это уже слабо предсмертный хрип призывает случайно существо за три прямо подозреваемый случайное существо за три хрип дыха говорю а ну кстати и и кстати четверок и реально у хрип дыха не совсем хватает для но небольшое разнообразие скажем так четверок что такую штуку достать с кабана с хрипо кабана но приятно да приятно неплохо она занимает стол и она занимает столбич как минимум на два хода ну то есть мы шли она потом еще хрип все ну тогда да следующий внутри четыре до 3 нормальная карта может может за может может быть полезно странствующий торговец боевое кличу можно обменять получает письмо за каждое другое существо под вашим контролем а вот это интересно да это уже это прям это прям сильно мне нравится что довольно таки неплохой эффект за довольно таки низкую моно стоимость до 3 потому что есть вожак северных волков за 5 4 4 вот и а здесь можно выставить гораздо больше заход в счет и если тем более еще и стол есть ну как минимум скорее всего один один она точно будет получать это всегда ты никогда не будешь ставить на пустой стол зачастую гораздо больше она будет 4 выглядит очень сильно может быть больше ну 4 выглядит это гроза в гроза агро деку во всех агро деках получается да 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 в агро прям когда еще можно будет заменить если он тебе не понравится стоп дек отлично год 4 это очень-очень хорошая карта прям бомба аукционистка джаксон когда вы обмените карту вы раскапываете другую карту из колоды они берете раскопка это не ключевая механика в любом случае то есть раскопка это как приятное дополнение к карте колоду на обмен карты колоды на обмене карт ну я не знаю если есть какие то что когда вы обмениваете карту там что-нибудь хорошее случается я таких пока не видел ну поэтому ну типа 22 22 внутри за счет может быть как просто тушка но как просто тушку уже давно карты не берут поэтому до . 2 да я даже единицу бы ставил я не вижу эта карта играть не будет тем более лего это слишком слабо для легендарной карты да это слишком слабо для легендарки как двуличный инвестор в конце вашего хода уменьшает стоимость карты у вас в руке на 1 50 процентов повышает ее стоимость конце вашего хода уменьшать стоимость карты у вас в руке на один просто ломают мне вообще голову когда еще как там все один идем дальше один идем дальше вот он вот он флай ты все уши мне прожужжал уже в чате об этом кабане и арт крутой ничего не придумали 77 кабанов это очень много от 7 кабан 7 кабанов 2 приедет так сонаряжает нас мечом 1000 истин смотри у ханта есть вот такой прикол где он пролетел наверное ханта есть вот такой прикол выберите существо противника ваши существа атакуют его в случае гибели возвращаются в руку ну мало не хватит не хватит все равно то есть чтобы получить этот меч он очень крутой этот меч меч это автобин все если перейти прошу этот меч то уже никто слезняк слезняк круто но это не заиграет а очень жаль ты проклинал бы этих вепре бы нет но я думаю блин ну а за идея за идея за старания можно накинуть все двойку поставим и двойку поставим надеемся надеемся увидеть хотя бы какую-то деку на этих пушку да да хотя бы эту пушку разочек не уходь не ну на увидеть одно знаешь а вот над увидеть ты сейчас можешь а вот надеть бы ее да нет надеть не получится только если кто-то будет на ровладеках против тебя играть или ты сам будешь играть все двойка идем дальше но но так прикольно вы вы берете карту в начале каждого хода каждого вы берете карту в начале и в конце каждого хода игрока а понял ну то есть и берем когда противник берет и берем когда мы берем блин ну вы берете карту в начале но я поставил и в конце каждого я в я поставил получается в конце взял карту и противник взял карту я взял карту правильно просто чтобы получить просто это что-то будет тип две карты и не по и не просто вода и не по и не простывать ход слишком не но это что-то типа библиотекарша библиотекарша 300 и для игры она более 3 до а это 6 уже давно не играет она вышла но насколько она нет подожди библиотекарша стоило 20 стала и осталось стоит 3 и все да наверное так по моему не в некраситете появилась так что не вышло еще вот то есть библиотекарша дешевле и и не лего но это видишь это получает карты безусловно то есть неважно пустая у тебя рука не пустая рука вот блин для арены это вообще карта 10 из 10 для ладора это может заиграть короче я бы четверку поставил и по совокупности ну потому что это сильная карта я пока не верю я не вижу пока потенциала нет но прикольно не но в целом не много круто короче что это что это круто то есть ты ставишь ей четверку и ты считаешь что она будет играть я думаю что она будет играть в багроте даже да окей окей идем дальше в вариант король штурмграда боевой клич вы берете существо с натиском получает натиск повторяется с провокацией божественным щитом не понял ничего смотри это во первых добор таргетный добор и с натиском существа с натиском с провокацией и с бабом то есть ты у тебя колода будет построена именно на этих механиках вокруг этой карты то есть у тебя скорее всего точно два типа из этих трех доберется но скорее всего может даже добраться и 3 из 2 доберется практически всегда три ну иногда тоже нередко и ты добрал три карты она получилась бабу таунт натиск но это именно так и будет да потому что была карта эпик которая не добирала карта просто получала ну сиомат эпик был довольно давно я не знаю застал ты его нет который получал по моему в рыцарях ледяного трона который получал собственно опять же да таунт бабу таунт бабу и похищение жизни вот но здесь еще они добираются ну то есть это четверка точно то есть это хорошая а не смущает что 8 нет не смущает потому что ты добираешь почти всегда две карты но если она конечно не 29 не прицел да да вот и два хороших эффекта получаю все согласен 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 хорошая карта непозорная лего вопросов до булочница боевой ключ восстанавливает вашим героя здоровья равное числу карту вас в руке что-то подобное мы уже видели с восстановлением жизни там черепаха по-моему была она еще и с баблом была и она хилила и тоже за четыре тоже имела такие фуфельные статы тут ключевое равное числу карту вас в руке хэндлок уже начинает выглядеть вкуснее и вкуснее ну да переманы ну не знаю за 4 маны похилится на подозревает вашему герою здоровье равное числу карту вас в руке за 4 маны прист хилится на 6 шаман хилится тоже на 6 или сколько там он за 3 маны хилится на 6 или за 4 на 6 вот прилив волна прилива почтовый танцор вы кладете в руку монетку предсмертный хрип противник кладет в руку монетку плохая карта плохая карта плохие статы контроль колоде даешь быстрее зачиститься полностью зачистить твой стол что-то что-то по моему вольным есть подобное тоже с монеткой уже в вольном и по-моему что-то было я вот правда не помню какой там эффект был по моему предсмертный хрип ты клал монетку только себе но это чем-то похоже на нет тут видишь опять же без типа существа и 32 32 внутри два за два это дефолтные статы но лучше 23 раздражить раздражательный лавочник можно обменять натиск можно обменять натиск 33 стандартные статы 34 для тройки а здесь еще натиск ну перекрывает принципе стандартные статы был варген у такой же увара несколько дополнений назад а сейчас он 4 сейчас 45 виденном лесу 45 за 3 нет подожди сейчас этот волк такой сколько он стоит 454 45 за 5 который подожди с этим 54 нет с натиском вот он 454 за 454 я просто говорю что нет был волк в видим нам лесу не волк аборген просто натиск 33 за 3 это было давно и не особо интересно просто добавили можно обменять ну типа воина на натисках не знаю слабо ну да ну типа я просто вспомнил что было уже подобная карта прям очень и она не супер играла до слабо двойка двойка все закрыли тему двойка до нормальная гадюка с нормальными статами можно обменять и это получается слезняк на максималку чтобы убирать меч тысячи истин слезняк получше будет он дешевле основная тут эффект именно в уничтожении понятно уже есть лезь неслать с жопкой по толще жопа у слезняка с очень тонкая жопа он принципе плюс минус слезнякки сможем обменять эта карта лучше чем слезняк эта карта лучше чем слизняк получается основной функцию она выполняет пи и плюс она нотимковая карты он может еще убить какую-то существовок бы спокойно И все лишь на одну ману дороже И возможно она тебе Вот эту механику можно обменять Многие сейчас недооценивают А я уже понимаю, что механика можно обменять Будет тебе выигрывать игры И давать тебе летал Или хил, или еще что-то Эта механика будет тебе выигрывать игры А мы пока ее не ценим За счет можно обменять, наверное, да Она прямо так Выгодно начинает отличаться Вот я сейчас так подумал, действительно Она лучше слезняка, причем Если тебе нужен слезняк, ты ее оставляешь Не нужен, ты ее обменяешь По кайфу Четыре Идем дальше Что мы здесь имеем Опа, сюда Пандарен импортер Боевой клич, вы раскапываете заклинание Которого не было в колоде в начале матча Ну слишком рандомно Ну нет Не рандомно Это Подожди, хотя нет Будет ли Вот у меня сейчас большой вопрос Будет ли это считаться с маговским Которое замешивается при розыгрыше Более сильным Помнишь что-то там Какой-то эпик у мага На два урона Потом он замешивается в колоду А, подожди Ты имеешь ввиду А, так это вот Это, получается, ты смотрел Подсматривал новые карты Все-таки, да, получается Ну, я частично что-то видел Да, это маг на бесконечной колоде Вот он Наносит в единицу урона Вы замешиваете в колоду Воспламнение, которое наносит на один На один единицу урона больше Так, и ты хочешь прокомбинировать, да, получается Да И мне, не, меня на самом деле просто интересует По сути, вот воспламенение, которое будет замешано Его не было в начале И таким образом мы сможем его раскопать Подожди, а мы раскапываем с общего пула Или с нашей колоды? Вот непонятно Вы раскапываете заплинание Откуда? Которого не было в колоде в начале матча То есть, например, мы можем положить в колоду Кучу заплинаний и раскопать с общего пула Которых нету в колоде Нет, мне кажется, скорее всего А, подожди Или это так работает, да Или это из общего пула, которых не было Тут, если была в колоде, тут бы написано было бы Вообще непонятно Вы раскапываете заклинание Которого не было в колоде в начале матча Нет, тогда это, наверное, я не прав Оно так не будет работать Тогда действительно это У тебя есть какие-то заклинания в начале в деке Ты ставишь эту картонку И она тебе предлагает все из всего полузаклинаний Кроме вот тех, которые в деке были Ну, нет, не классовых А, да, да, классовых Ну, типа... Ни о чем Типа, если у тебя нету этого... Если это работает так, то это карта мусор А если это работает карта, как ты сказал И она раскапывает из колоды того, кого не было Вот это имеет потенциал Глядя на ее редкость, я сомневаюсь, что это будет работать Как я сказал, это, скорее всего, будет работать именно Именно как Как ты сказал, поэтому Поэтому это единица, год дальше Нет, если просто брать, например Нет, если просто брать, например, ты берешь Кладешь в деку Не, ну опять-таки Какому-то контролю архетипу может и зайти Да не, ну две маны, один-три, ну что-то Ни о чем, все, один Хорошо, болтал, го Го дальше Мусор Крестьянин, в начале вашего хода вы берете карту В начале вашего хода вы берете карту Статы прям вообще убитейшие Ну, в агроту вроде бы и пойдет В начале вашего хода Но это только... Это только лишь если стартануть с нее Ты считаешь, что нормально Я думаю, что в 70% случаев Она не доберет карту Мне кажется, слабо Я думаю, что он не будет брать карты Но это слишком слабо Хотя бы два Хотя бы была бы она 1-2 Еще бы тогда тройку поставил Ну, окей Между двойкой и тройкой Она единственная, когда она будет играть Это если с нее стартануть Если ее потом в конце ставишь Ты 100% не доберешь карту С тебя смеяться будут Если ты будешь ее ставить там на 5-6 мане Чтобы добрать карту Ну, камон Это, ну... Это так Смешительный народ Поэтому я ставлю Двойку И то потому, что В теории можно добрать карту Так вообще это было объединиться Тут шанс добора карты Будет равен процентов 10 На практике И то Ну, не знаю Посмотрим на практике Окей Окей Это скозырная фраза От которой можно всегда откреститься, да? Я же говорю на практике Посмотрим Так, ну вот это самая непонятная карта В смысле непонятная? Непонятная Нет, непонятная в том смысле, что Насколько она хороша вообще Так мы же у нее уже играем Я понимаю Ну, ты почувствовал Ну, какой-то офигенный буст этой карты Валюв этой карты Импрув этой карты Или она тебя разочаровала? Я вот, например, не понял Она хорошая или плохая? Я что-то не знаю Тут Ну Интересные какие-то комбы Я видел только в вольном с ней Когда выставляли этих штук Несколько И Так сказать Противник смотрел на стол И понимал, что он умрет через 5 ходов Вот Когда ты ремовал всякую Всякую милость, что ставил он Ну Так, как бы Она, конечно, большого импакта Не внесла В текущую мету И в новую А когда выйдет новое дополнение Они вообще уже забудет И уже наиграются Ну, так ей уже наигрались Я ее уже не вижу Она Типа 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 2 Хорошо, что она не будет выпадать Чехов паков Потому что ее уже дали Уже Да, уже посмотрели на практике Чисто двоечка Слишком медленно и долго Ну, окей Вот, Влад Ты сейчас посмотрел Общие карты Что понравилось Что не понравилось Что вот прямо Какой вот явный фаворит Ну, опять-таки Много добавили для Хендлока, да? Много добавили для Хендлока Таких Вспомогающих карт Что еще? Ну, две Мне две, наверное, Картонки Запомнились Запомнились Вот этот Вот 4-6 Который Получает Вот это, да И Лего За 8-7-7 Да Вот Наверное, вот эти два Явных фаворита По мне Вот этот еще неплох 1-3 Вот этот, да, кстати, неплох И 1-3 Который С провокацией Да, провокацией Да, тоже хорошая штука Вот эти, наверное, Четыре картонки Мне кажется Наибольшую вероятность Плюс гадюка Да, гадюка Ну, это опять же Гадюка Зависит от того Будут играть Роги Класса с оружием Класса с оружием, да Вот Ну, вот Как-то так Ну, да, я же говорю Что очень много таких карт Как говорится Ни рыба, ни мясо Которые вроде бы И неплохие Вроде бы что-то умеют Но Мест для них просто Просто нет в колоде Вот вроде бы неплохая карта, да? Места для нее в колоде Я не вижу Вот это вроде бы Охрененные статы У этой карты, да? Ну, опять-таки Без типа существ Без всего остального Ну, кстати, вот этот Вот этот товарищ Довольно-таки неплох Да, этот товарищ Может Да, да Ну, опять же Это в рогу все Либо в ханта Либо в ханта А в ханта, да В ханта Вот, кстати, квест у ханта Сейчас я тебе покажу Ты не видел, не? Не, квест у ханта Я не помню Выгодная позиция Нанесите урон Двумя заклинаниями Награда Ваша сила героя Может выбирать С целью существ Ну, а дальше Какие там награды? Нанесите Нанесите урон Двумя заклинаниями Награда Ваша сила героя Стоит ноль Цепочка заданий Нанесите урон Двумя заклинаниями Награда Тавиш Снайпер Тавиш До конца матча Примененные вами Заклинания Позволяют снова Использовать силу героя Какой-то Миракл хант Раза прист Раза хант Раза дка Вот То есть Это будет такой Довольно-таки Противный хант Но ханты всегда Противные В принципе Как и присты Вот И Я не знаю Но так я смотрю На это все дело Так себе Куча филеров Куча, чтобы заткнуть место Ну Есть Да Пять карт Которые действительно Классные Действительно классные Вот Ну что, Флад Давай, наверное, заканчивать Я это все буду Завтра, наверное, уже монтировать Спасибо тебе за помощь Да, спасибо Подрубчик будет Да Да, да, да Я сейчас быстренько в душ Да Все Да Ребята Все, ладно Спасибо Тебе спасибо, Фла За компанию Надеюсь, не сильно напряг До скорого Чао, персик На этом мои полномочия все Надеюсь, было вам интересно Надеюсь, какие-то полезные мысли Наводки услышали из этого видео На этом обзор третьей части Карта, сплоченная Штурмграном Подошел к концу Но я с вами не прощаюсь Стримы каждый день Не забывайте подписываться на Twitch На YouTube А у меня Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok